Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости, подготовленные специально для вас каналом Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Недельное празднование китайского Нового года не прошло даром. Рынок сегодня встретил февральские данные по инфляции Поднебесной, которые засвидетельствовали неожиданно быстрые темпы роста. Весомый вклад в ускорение роста цен внес государственный праздник Китая со свойственным ему ростом цен на продовольствие. Большим спросом пользовалась свинина, морепродукты и овощи. Так, индекс потребительских цен впервые с 2014 года продемонстрировал значение выше 2%. Индикатор продемонстрировал рост на 2,3% в феврале по сравнению с 1,8% в январе. Цены на продовольствие с января по февраль выросли на 7,3%. В месячном выражении индекс потребительских цен также порадовал рынок. Он вырос на 1,6%. Теперь рынок задумывается об устойчивости роста цены в дальнейшем. Стоит отметить, что в секторе услуг инфляция немного замедлилась. Экономические эксперты отмечают, что китайская экономика пока что близка к возможному понижению процентной ставки, так как уровень потребительской инфляции до сих пор не достиг целевой отметки в 3%. Показатель индекса цен производителей сократился на 4,9% в феврале по сравнению с январским снижением в 5,3%. Цены на сырье в Китае до сих пор остаются главной причиной снижения отпускных заводских цен. Что касается нефтяного рынка в целом, то котировки черного золота снижаются из-за напоминания аналитиков о главной проблеме сырья – переизбыток. Котировки на нефть марки Brent упали до 40,78 доллара за баррель, а североамериканская нефть подешевела на 38,14 доллара за баррель. Показатели запасов сырой нефти вчера опять не порадовали нефтетрейдеров. Рост их составил 3,890,000 баррелей больше, чем ожидаемый рост на 3,180,000 баррелей. Аналитики предупреждают, что такая ситуация может продлиться в течение нескольких лет. Что касается заморозки добычи нефти между Россией, Саудовской Аравией и других стран экспортеров, то соглашение еще не было даже подписано. Стоит отметить, что с такими мерами не согласны многие другие страны и намерены продолжать дальше добывать нефть по установленному уровню.